Сегодняшний вебинар, друзья, посвящен вопросам экономических трендов и налоговых изменений, которые нужно учесть в планах на второе полугодие. И сегодня у нас с вами будут три выступления. Сначала откроет представитель Банка Открытия, мы пройдемся по экономическим трендам. Затем коллеги из провеста аудита расскажут про тренды в сфере налогового контроля, а также про важные налоговые изменения. Друзья, в принципе, я готова представить наших спикеров, открывать сегодняшнее мероприятие Максим Петроневич, он старший экономист Банка Открытия. И Максим нам расскажет про ключевые тренды в мировой и российской экономике. Также потом у нас, как я сказала, будет блог про налоговому контролю, расскажет про тренды в этой сфере. Наталья Наталюк, представитель компании провеста аудит, один из самых интереснейших спикеров по вопросам налогового контроля, поэтому готовьте ваши вопросы. А затем продолжит Виктория Варламова, блестящий специалист по вопросам налогообложения. Виктория пройдется по главным налоговым изменениям, так что у нас сегодня с вами очень насыщенный вебинар, поэтому я более не отвлекаю вас. Буду рада ответить на ваши вопросы по финтенсиву. И в течение сегодняшнего дня ждем ваши вопросы нашим спикерам. Задавайте их, пожалуйста, в чате прямо под онлайн-трансляцией. Так мы вместе сделаем с вами сегодняшнее мероприятие максимально полезным. Максим, передаю вам слово. Доброе утро, дамы и господа. Спасибо за то, что присоединились к нам на этот семинар. Я его открою. Постараюсь быть не очень расплывчатым, поскольку тема все-таки достаточно большая, обширная. Это ключевые тренды в мировой российской экономике, а также на самом деле с коронавирусом, поскольку он во многом определяет происходящее сейчас. Если будут какие-то вопросы, задавайте в чат. Я остановлюсь действительно на ключевых трендах, которые предопределяют текущую экономическую динамику и ожидания в отношении монетарной политики не только в России, но и с зарубежом, поскольку именно к ней сейчас приковано внимание всех финансовых рынков. Что касается динамики с коронавирусом, то, в принципе, можно сказать, что за последние два месяца динамика значительно улучшилась, за исключением ситуации в Индии, где всем знаем, что было огромное. В большинстве иных развитых стран, которые начали активно вакцинироваться, ситуация улучшается на глазах. Это, прежде всего, как первая ласточка Израиль, где заболеваемость снизилась до времен апреля 2020 года. Но мы, в принципе, видим, что все те страны, которые активно вакцинируются западными и британскими вакцинами, в них заболеваемость существенно сокращается. Но, как зачастую это бывает, в любой положительной тенденции есть несколько ложек тегтя и, в принципе, есть несколько насторающих живущих тенденций. Во-первых, прежде всего, это недостаточная эффективность китайских вакцин, которые на примере в латино-аперниканских странах, которые активно ее использовали, показалось, что она не способна, во-первых, резко снизить, а во-вторых, предотвратить очередную волну или всплеск заболеваемости. Что это значит? Это означает, что им придется прививаться повторно какими-то иными вакцинами, тем же Pfizer или AstraZeneca. Это значит, что они встают в очередь уже после тех стран, которые встали в очередь до них. Это, прежде всего, европейские страны. Так известно, что Арабские Эмираты и Бахейн уже объявили, что они будут дополнительно вакцинировать население третьим и, возможно, даже четвертыми прививками. Однако, поскольку очередь уже раскуплена, то это значит, что эти латиноамериканские страны будут прививаться этими, возможно, эффективными вакцинами уже ближе к концу года. Что это означает? Это означает то, что восстановление мировой экономики будет происходить неравномерно. Те страны, которые прививаются быстро и прививаются, условно говоря, правильными вакцинами, они будут выходить или уже вышли из кризиса летом, к лету 2021 года. Те же страны, кто прививались китайскими вакцинами или делают это недостаточно быстро, в том числе, к сожалению, и Россия, где сейчас наблюдаются первые возможные предвестники следующей волны, то там восстановление экономических темпов роста, устойчивый рост, можно, наверное, ожидать ближе к концу этого года. Еще одним неприятным звоночком, непонятно, насколько это в силу разовых факторов или это действительно важная тенденция, это рост заболеваемости в Великобритании, где уже привиты 50% населения, однако мы видим, что рост заболеваемости идет, он идет на протяжении последних двух недель, и уже достиг показателей марта. Это все еще в три раза ниже, чем в среднем уровне с начала пандемии по заболеваемости, но, опять же, тенденция нехорошая, пока что каких-то комментариев от медицинских регуляторов в Великобритании нет, но, безусловно, это очень важный сигнал, который будет показывать, насколько даже американские и британские вакцины могут противостоять другим штаммам коронавируса, и, к сожалению, если ответ будет негативный, то есть в недостаточной степени, то это автоматически будет означать, что ситуация с паузой в развитии мировой экономики, она задержится и не только на развивающихся странах в связи с тем, что они перебивались не тем или не так быстро, но и в странах-лидерах по причине того, что вирус мультирует быстрее, чем адаптируются вакцины. Поэтому, несмотря на то, что в целом ситуация по миру хорошая, небольшой рост заболеваемости наблюдается только в латинских странах, и в странах Юго-Восточной Азии, тем не менее, есть определенные тенденции, за которыми надо следить, потому что они во многом предопределят, что же будет с мировой экономикой Диталии. При этом мы видим, что многие страны вернулись, если не к докризисным темпам роста, то к докризисным уровням экономической активности, за исключением тех стран, которые проводили, наверное, наиболее жесткую антикоронавирусную политику, это прежде всего Япония и еврозона. Во многом это обусловлено тем, во-первых, социальным характером государства, и, во-вторых, значительной долей пожилых людей, которые значительно больше, чем в Китае, Индии, США или России. Поскольку, как мы знаем, коронавирус преимущественно увеличил смертность среди наиболее пожилых людей, то, соответственно, наиболее строгие коронавирусные меры были именно в этих странах, Японии и Евросоюз. Именно поэтому там отставание достаточно сильное. Во всех остальных странах, где коронавирусные меры были не такие жесткие или исполнялись не так точно, не в полном соответствии с предписаниями, мы видим, что экономика уже вернулась на допредственные уровни. Безусловно, здесь лидером выступает Китай, который достаточно быстро провел очень жесткие антикоронавирусные меры, купировал развитие, распространение коронавируса и сейчас растет достаточно активными темпами. К концу 2022 года годовые темпы роста замедлиться до уровня 5,5-6, поэтому текущие темпы роста 10% это все-таки во многом эффект низкой базы 2020 года. Другим очень интересным феноменом выступает Индия, но Индия традиционно отказалась до последнего времени внедрять и следить за исполнением жестких антивирусных мер. Это в частности привело к тому, что темпы экономические роста как в первом квартале 2020 года, так и в первом квартале 2021 года они оставались достаточно высокими. Понятно, что во втором квартале ситуация очень резко изменилась, там был пик смертности, пик заболеваемости, антиэпидемиологические меры были очень жесткие, поэтому наверняка Индия в данном рейтинге упадет до уровня США, Бразилии, России и иных развивающихся стран. Тем не менее, очень важно понимать, что многие страны вернулись к тупризисному уровню выпуска экономической активности, а часть это обуславливает тот рост цен не только на нефть, но и на продовольствие, на другие металлы, которые мы наблюдаем в настоящее время. Так мы видим, что уровень экономической активности, который может быть измерен по индексу PMI, он уже вернулся на уровень 2019 года и даже превышает, но опять же, во многом это превышение связано с тем, к силу эффекта базы, потому что экономика упала и эксперты ожидают восстановления экономик дальнейшего, то уровень PMI, он находится на повышенном уровне, но самое главное не это, а самое главное то, что мы видим, что индексы цен, как по Bloomberg Commodity Index, так и по ценам на нефть, они вернулись на дупризисный уровень, при этом необходимо понимать, что поскольку эффекты от ограничений торговли и ограничений передвижения между людьми сохраняются, а также сохраняются достаточно сложные эпидемиологические условия в ряде стран, то мы видим, что рост цен дополнительно усугубляется дисбалансами на различных индивидуальных рынках. Безусловно, прежде всего можно привести пример рынок меди, который на самом деле обновил исторические максимумы в связи не только с возрастающим спросом со стороны Китая и иных стран, но и на фоне сложной ситуации с предложениями в таких странах, как Чили, которые являются одним из основных поставщиков меди, в связи с тем, что там эпидемиологическая ситуация, остается не очень хорошее, то рабочие пытаются через профсоюз пролоббировать уменьшение занятости и возможности работать удаленно, однако понятно, что медь – это такой металл, где полностью всех на удаленку не переместишь. Именно поэтому игроки очень чувствительны к любой информации из стран Латинской Америки, где добывают медь и по этой причине дисбаланс на этом рынке сохраняется. То же самое, в принципе, можно сказать и про рынок агроподовольственных товаров, например, пшеницы, но там дисбаланс скорее вызван не текущим предложением, а достаточно негативной погодой. Многие ожидают засушливую погоду в Южной Африке и, соответственно, понижены урожаи. Все это сказывается на ценных на пшеницу. цены на нефть на самом деле в отличие от других металлов скорее тоже растут, но там сохраняется большая возможность для регулирования. профицит предложения на рынке нефти до сих пор сохраняется. Это связь в районе и так, извините. Профицит на рынке нефти сохраняется и он регулируется ОПЕК+. По этой причине даже в случае роста спроса со стороны Китая, Европы, США и в случае возобновления пассажирских перевозок ОПЕК+, обладает определенными мощностями, чтобы удовлетворить этот спрос. Кроме того, ожидается достаточно сильное увеличение спроса за счет иранской нефти. по отдельным источникам дополнительный объем экспорта, который может поступить на мировой рынок составляет от полумиллиона до полутора миллионов баррелей в сутки. Поэтому, безусловно, все это будет способствовать торможению текущих темпов роста цен на нефть. Кроме того, сама ОПЕК+, не заинтересована в том, чтобы цены на нефть росли существенно выше уровня 70 долларов за баррель к уровням 75-80, хотя в моменте безусловно этого исключить нельзя. И основной причиной этого выступает тот факт, что в случае сохранения цен на нефть на высоком устойчивом уровне с высокой вероятностью начнет вновь развиваться сланцевая добыча в США. И, соответственно, это тот фактор, который в будущем через 2-3 года может привести к падению цен на нефть, которые мы наблюдали в 2015-2016 годах. И, безусловно, подобная волатильность нефтяных цен крайне негативно сказывается на доходах бюджета нефтяных стран к которым можно отнести двух основных лидеров на рынке нефти. Это, прежде всего, Арабские Эмираты и чуть в меньшей степени экономика России. Поэтому ОПЕК-плюс, как регулятор, безусловно, заинтересован в том, чтобы цены оставались на высоком, но не слишком высоком уровне. И, по нашим оценкам, адекватным уровнем цен на нефть остается коридор 65-70 долларов за баррель. То есть, это тот уровень цен на нефть, при котором бюджеты этих двух стран остаются наполненными и позволяют профинансировать не только социальные обязательства, но и программу развития этих государств, исполнять бюджеты с устойчивым, заметным профицитом. В то же время уровень цен выше 70 долларов за баррель увеличивает риски увеличения предложения со стороны Соединенных Штатов и снижения цен в будущем. Поэтому в отличие от других рынков комодити, металла и продовольствия, мы ожидаем, что ОПЕК-плюс будет занимать более активную позицию в том случае, если рост цен продолжится и с высокой вероятностью. По нашим оценкам устойчивый уровень выше 75 к 80 долларам за баррель мы не увидим. И цены будут сохраняться вблизи текущих уровней. Но, опять же, как мы видим по российскому валютному рынку, этот уровень вполне благоприятен для 2 рубля. Мы видим, что наблюдаемый рост на сырьевом рынке приводит к тому, что у нас растет инфляция. Растет инфляция не только в развивающихся странах, но и в развитых. Мы видим, что в Америке инфляция приблизилась к уровню 4,2 процента годовых. Это рекордный уровень с момента предыдущего финансового кризиса. Достаточно высокие уровни мы видим и по европейской экономике, однако тут необходимо сделать ряд важных комментариев. Во-первых, столь сильный всплеск цен в апреле был связан с резким ростом цен всего лишь по трем позициям. Это рост поддержанных автомобилей, который вырос на 10% за месяц. Это небывалый рост для американской экономики. А также еще большим ростом по авиабилетам и стоимости бронирования аренды автомобилей. Поэтому я бы не ожидал сохранения очень высоких текущих темпов роста инфляции в США. Во многом это вследствие разовых факторов. Кроме того, вторым очень важным фактором безусловно это эффект базы. У нас в апреле-май 2020 года цены на нефть были очень низкие. В апреле 2021 года цены на нефть в сравнении с предыдущим годом очень сильно выросли. Поэтому очень важный эффект базы элиминировать и мы постарались это наглядно продемонстрировать вам за счет оранжевой кривой, которая показывает динамику базовых базовой инфляции в США, на которой обращает внимание ФРС не за один год, а среднегодовые темпы за два года. И соответственно мы видим, что несмотря на то, что динамика положительная, но этот уровень сейчас едва приблизился к уровню 2%, то есть это в точности тот целевой уровень, который необходим Федеральной резервной системе. И отчасти эта кривая показывает, что с устранением эффекта базы, низкой базы 2020 года среднегодовые темпы роста цен в американской экономике вполне укладываются в целевой уровень регулятора. Именно по этой причине ФРС сохраняет достаточно спокойное отношение к происходящему роста цен. по многочисленным заявлениям представителей ФРС высокая инфляция наблюдаемая в США это прежде всего временный фактор, обусловленный эффектом базы, высоким уровнем стоимости энергоресурсов, высоким уровнем фискальной поддержки населения со стороны Минфина США, но которая должна окончиться в сентябре и более того, многие штаты заранее отменяют эту федеральную поддержку, чтобы стимулировать население выходить на работу и поэтому их долгосрочный взгляд на инфляционные процессы остается достаточно консервативным, по их мнению инфляция должна замедляться к концу этого года либо в начале следующего. Если говорить про инфляцию в еврозоне, то там тоже мы видим идет ускорение инфляции, но там ускорение годовых темпов едва приблизилось к 2%, а если говорить о показателе Core CPI, это голубая линия, которая не учитывает повышение цен на энергоносители, мы видим, что инфляция там остается даже ниже уровня в 1%, что безусловно далеко от цели Европейского Центрального Банка. По этой причине, по нашему взгляду, инфляция не несет какого-либо риска для ужесточения политики как со стороны еврозоны, так со стороны ФРС. ФРС, как она заявила летом 2020 года, она изменила свой мандат и целевые показатели, она сказала, что, во-первых, она будет допускать временное, даже существенное отклонение инфляции и будет более пристально следить за той ситуацией, которая происходит с занятостью в экономике США и, судя опять же по последним заявлениям, именно этим показателям, показателям рынка труда отдается сейчас большее предпочтение по сравнению с показателем инфляции. Если мы с вами посмотрим на еженедельную статистику по рынку труда, мы видим, что ситуация там улучшается, падают и первичные заявки, и повторные заявки падают и получатели пособия по безработице, но тем не менее факт остается фактом. Количество безработных официально зарегистрированных там находится на уровне 3,5 миллиона больше, чем это было до кризиса. И кроме того, необходимо учитывать тот факт, что на 3,5 миллиона человек сократилась рабочая сила, то есть те люди, которые не работают и при этом ищут работу. Таким образом, если мы с вами сложим 3,5 миллиона человек, которые вышли из состава рабочей силы, не ищут работы, просто сидят на пособиях, плюс те 3,5 миллиона, которые выросли безработицы, то мы с вами получим около 7 миллионов человек, то есть это тот объем рабочей силы, тот объем занятых, работающих, который сократился с момента пандемии, и ФРС ждет, когда же эти 7 миллионов человек вновь вольются в число активно работающих людей. Поэтому, к сожалению, вот эта картинка по сохраняющимся заявкам по безработице и общим количествам получателей, она не совсем отражает то, на что смотрит ФРС. ФРС смотрит не на количество получателей пособий, не на количество безработных, а скорее на общее количество работающих в экономике с учетом той негативной динамики, которая происходит в составе рабочей силы. Вторым группой показателей, за которыми рынки активно следят, это рынок труда. Мы видим, что рынок труда тоже растет достаточно активно в среднем прирост составляет существенно больше, чем те 200 тысяч рабочих мест в месяц, которые мы наблюдали до пандемии. Соответственно, вот это превышение составляет от 200 до 300 тысяч рабочих мест. с одной стороны, это много, это хорошо, с другой же стороны, если мы с вами попробуем сравнить те 7 миллионов дополнительных человек, которые должны найти работу, и те от 200 до 300 дополнительных тысяч рабочих мест в месяц, мы поймем, что этих темпов недостаточно, потому что вот эти от 200 до 300 дополнительных тысяч рабочих мест в месяц, которые необходимы, чтобы трудоустроить те 7 миллионов человек, которые либо не работают, то для этого необходимо порядка двух лет. Безусловно, два года это не тот срок, который позволяет начать ужесточение денежно-кредитной политики в США прямо сейчас. А те 200 тысяч рабочих мест, которые обычно наблюдались до пандемийного уровня, они необходимы исключительно для того, чтобы обеспечивать новыми рабочими местами тот рост населения, который наблюдается в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах, в отличие от России, население растет и соответственно объем рабочей силы ежегодно растет на 2 миллиона человек и именно 200 тысяч человек необходимо просто для того, чтобы трудоустраивать старое, растущее население и соответственно остаток от 200 до 300 тысяч рабочих мест необходимо, чтобы трудоустроить те 7 миллионов человек, которые вышли из состава занятых. Соответственно, пока что это слишком мало, это слишком медленно. И по этой причине мы думаем, что ФРС все-таки продолжит сохранение мягкой денежно-физитной политики в течение ближайшего времени. Экономика России, плавно переходим в ней, мы видим, что по информации от Росстата экономика России в целом восстановилась до препятствийных уровней. Однако, наверное, что более важно, темпы восстановления экономической активности замедляются. Если раньше восстановление экономической активности во многом было связано с внутренними факторами, восстановление розничной торговли и платных услуг, то мы видим, что на протяжении февраля-марта восстановление этих показателей замедлилось и судя по оперативным данным, восстановление объемов ВВП наблюдается исключительно в связи с восстановлением добычи нефти. Добыча нефти, безусловно, остается одной из важнейших отраслей российской экономики. По нашим оценкам, ее вклад в ВВП составляет около 20%, однако понятно, что потенциал восстановления добычи, оно, во-первых, ограничено мощностями, во-вторых, оно в существенной степени регулируется договоренностями с членами ОПЕК+, поэтому устойчивые высокие темпы роста могут возобновиться только если возобновится либо активная инвестиционная активность, либо восстановится активный рост реальных располагаемых доходов населения. На государство тот драйвер, который активно поддержал экономику в 2020 году, рассчитывать не стоит. потому что в 2021 году объем запланированных расходов ниже, как в номинальном выражении, так и, соответственно, и в реальном выражении. Мы видим, что цены достаточно активно растут. По этой же причине, по причине достаточно активных растущих цен, очень сложно ожидать какого-то резкого роста розничной торговли, во многом тот рост заработных плат съедается инфляцией, которая по последним данным составила 6% в годовом выражении. По этой причине, наверное, наши оценки восстановления экономики России в 2021 году они одни из самых консервативных, по нашим оценкам темп роста ВВП составит около 2,8%, в то время как в целом по рынку ожидает выше 3%, а Банк России ожидает даже 3,5-4% и, наверное, во многом ожидание этого активного восстановления экономики России обуславливает тот факт, что Банк России в ответ на наблюдаемый рост инфляции достаточно быстро увеличивает ключевую ставку. Российская инфляция остается на повышенном уровне. Мы видим, что после достаточно хороших цифр по апрелю инфляция в мае вновь ускорилась. Инфляция в мае по официальным данным составила 0,74%, что было выше не только ожиданий эксперта, но и выше оперативных оценок Ростата, которые строятся на основании еженедельного наблюдения за сокращенным перечнем товаров и услуг. Оперативные оценки составляли где-то 0,6% по этой причине мы видим, что темпы роста инфляции вновь выросли до уровня 6% в год в год в году. Это наиболее высокие темпы с 2016 года. При этом, если посмотреть в толщу данных, то видно, что рост цен безусловно во многом обусловлен ростом цен на плодоовощную продукцию, строй, материалы и гостиничный бизнес. Однако, даже если элиминировать воздействие этих трех факторов, то инфляция бы ускорилась до уровня 5,8% в год в году по сравнению 5,5% на конец апреля. Таким образом, очевидно, что инфляция ускоряется даже с поправкой на эти факторы. Более того, очевидно, что поскольку у нас сохраняется ограничение на выезд за рубеж, то гостиничная инфраструктура не готова к такому количеству отдыхающих и цены на отдых будут оставаться на повышенном уровне. То же самое, наверное, можно сказать и на цены просто строй материалы. Поэтому в целом инфляционный фон остается достаточно высоким. Дополнительным отягчающим фактом остается тот факт, что и мировые цены на продовольственные товары остаются не только на высоком уровне, но и на рынке нет твердой уверенности в том, что эти цены будут падать или хотя бы точно сохраняться на достигнутом уровне. Неопределенность остается очень высокой как из высокой ликвидности на рынках, так и сохраняющихся временных дисбалансов. Поэтому Центральный Банк Российской Федерации безусловно действует в состоянии очень широкой неопределенности и традиционно, поскольку он использует более консервативный, более осторожный подход, то он будет увеличивать ставку по нашим оценкам рост ставки на следующем заседании, которое состоится завтра в пятницу, составит 50 базисных пунктов и такое же изменение нас ждет на заседании в июле. То есть к началу августа с высокой вероятностью мы с вами подойдем с ключевой ставкой 6%. То же самое, кстати, ожидает и рынок. Мы видим, что инфляционные ожидания по ключевой ставке резко выросли, особенно после публикации этих данных по инфляции, так трехмесячный своп на ключевую ставку сейчас уже находится на уровне 5.75, что в принципе гипотетически означает, что рынок не исключает, что ключевая ставка на заседание в пятницу может быть повышена даже больше, чем на 50 базисных пунктов на 75, однако мы думаем, что центральный банк будет все-таки более последовательным. При этом очень важно отметить следующую вещь, что текущий нейтральный диапазон ключевой ставки находится на уровне 5-6%, это значит, что любое значение ключевой ставки внутри этого коридора будет восприниматься банком России как нейтральная денежно-кредитная политика, то есть не оказывающая какого-либо влияния на инфляцию. Поэтому учитывая тот факт, что инфляция остается на высоком уровне, уровень 6% по ключевой ставке мы его обязательно достигнем. Может быть чуть раньше, чем в июле, может быть чуть позже, но инфляция очень высокая, поэтому у Центрального банка есть все основания, чтобы повысить ключевую ставку до верхней границы нейтрального диапазона. Однако в отношении того, будет ли Центральный банк повышать ставку сверх 6%, это автоматически означает, что он должен перевести политику и состояние нейтральной в состоянии жесткой или умеренно жесткой политики. И ответ на вопрос, следует ли это делать, когда рост цен преимущественно обусловлен внешними факторами и временной, а повышая ключевую ставку, вы прежде всего тормозите внутренний спрос и внутреннюю экономику не является очевидным, потому что в этом случае на внутренний спрос действуют два отрицательных фактора. Во-первых, рост цен, во-вторых, вы тормозите рост доходов за счет роста процентных ставок. И таким образом у вас действуют два негативных фактора на реальный объем внутреннего спроса и объем производства в экономике. По этой причине многие мировые банки, такие как ФРС, Банк Англии, в подобных условиях никогда денежно-кредитные условия не ужесточали, ограничиваясь рассуждениями о том, что этот рост цен временный и нет никаких оснований повышать уровень ставок. В то же время Банк России, он, к сожалению, известен менее консервативным подходом. Отчасти последние подтверждения этому можно найти в 2018 году, когда был анонсирован рост НДС и Банк России, ожидая временный всплеск инфляции, все-таки ключевую ставку повысил, несмотря на возражения и бизнес-сообщества, и экспертов. И мы видим, что бизнес-сообщества и эксперты оказались вправы, всплеск инфляции был временный и не такой большой, Банк России повысил ставку всего в два раза и после этого вновь перешел к ее снижению. Однако, насколько Банк России выучил эти уроки и насколько ситуация в 2018-2019 году повлияет на его политику осенью, когда он должен будет решить, остается он в рамках нейтральной денежно-кредитной политики исключен на уровне 6, либо переходит временно на более высокий уровень. Этот вопрос, к сожалению, остается открытым. Был вопрос в отношении ожиданий инфляции. Наши ожидания инфляции все-таки остаются достаточно осторожными. Мы ожидаем, что инфляция замедлится к концу года и выйдет на уровне 4,5-5. Прежде всего, это связано с тем, что мы все-таки закладываем сценарий, что внешние цены на продовольствие расти не будут и, более того, возможно, даже будут снижаться. Что следует для бизнеса рост ключевой ставки? Прежде всего, это будет означать рост уровня ставок. Однако, преимущественно, этот рост уровня ставок будет наблюдаться в коротких ставках, которые более тесно привязаны к уровню ключевой ставки. Поэтому уровень всех краткосрочных инструментов будет достаточно высоким. Прежде всего, это депозитные ставки для населения. Что же касается ставок кредитования, то, безусловно, в ответ на это банки будут вынуждены ухудшить свои ценовые предложения и по кредитам. Однако, там это ухудшение может быть не столь значительным, потому что долгосрочные ожидания ключевой ставки, это оранжевая линия, они, в принципе, все-таки остаются на зафиксированном уровне вблизи 7%, а поскольку кредитование это все-таки по большей части инструменты длинные со сроком от 3 до 5 лет, то, соответственно, то увеличение ключевой ставки, которое мы будем наблюдать, будет транслироваться в инструменты кредитования лишь отчасти. Но, опять же, безусловно, если сравнивать по сравнению с текущим уровнем рост ставок по кредитованию на 50-75 базисных пунктов в течение ближайших 2-3 месяцев я бы ожидал. И, наконец, последний пункт – это рубль. Мы видим, что рубль достаточно активно укрепляется. Прежде всего, мы это связываем с тем, что на рынке сохраняется достаточно высокий уровень цен на нефть и металлы, основные товары российского экспорта. Но, и что немаловажно, отсутствуют какие-то негативные геополитические новости. Мы видим, что ПМФ прошел достаточно успешно и, скорее, с позитивной нотой. Мы видели, как хорошо общался канцлер Германии с Владимиром Путиным. И рынок воспринимает подготовку к предстоящей встрече очень позитивно. Именно поэтому мы видим, что рынок пробил уровень 72,5, который мы наблюдали с августа. И он активно движется дальше в сторону понижения. В сторону понижения и не исключено, что он продолжит свое движение к уровню 70,5. Это следующий очень важный барьер для валютного рынка. В то же время я бы не делал бы из курса 75 основной прогноз, потому что все-таки неопределенность относительно исхода встречи остается достаточно высокой. Никто не ожидает, что в результате встречи Путина и Байдена стороны снимут санкции или как-то ослабят риторику и так далее. наиболее удачным исходом для рынка это будет нейтральный исход, при котором стороны выйдут к журналистам и скажут, что, во-первых, выслушали друг друга, поняли друг друга, нашли, поговорили по ряду общих тем, которые, несмотря на всю сложность ситуации, остаются прежде всего это ситуация в зеленой энергетике и снижение уровня парниковых выбросов плюс различные аспекты внешней политики, например, по отношению к ближнему Востоку, однако никто не ожидает, что в результате этих встреч стороны изменят внутреннюю политику. Я думаю, что многие западные партнеры поняли, что изменить нашу внутреннюю политику при помощи санкций невозможно. Вот этот нейтральный сценарий будет, мне кажется, позитивен для рынков и в этом случае рубль действительно может укрепляться до уровня 75. Но опять же двухсторонние встречи достаточно непредсказуемы и их исход может быть противоположным и не исключено, что если стороны выйдут и будут либо напрямую либо всем своим видом показывать, что встреча прошла неуспешно, то не исключено, что мы увидим отскок рубля в более привычной уровне 73-74. Поэтому в принципе на мой взгляд, если кто-то хотел конвертировать часть своих сбережений из рубля в доллар, то в принципе сейчас наверное этот процесс можно начинать. При этом на конец года мы не ожидаем, что рубль сохранится по отношению к доллару до уровня 70 рублей за доллар. По нашим оценкам скорее к концу года можно ожидать сохранения рубля к доллару на текущем уровне 72-72,5 рубля за доллар. Но это будет связано скорее с тем, что мы ожидаем укрепления доллара на мировой арене. В настоящий момент доллар находится на пятилетнем минимуме как относительно евро, так и относительно корзины валют. Поэтому мы ожидаем, что рубль продолжит свое укрепление по отношению к бивалютной корзине доллара и евро, но за счет того, что одновременно будет укрепляться доллар относительно евро с высокой вероятностью курс доллара относительно рубля останется вблизи текущих уровней 72-72,5. Однако курс евро, на наш взгляд, со счет этого укрепления доллара по отношению к евро может существенно уменьшиться. Если в настоящий момент мы наблюдаем курсы вблизи 88, то по нашим оценкам в конце года курс евро может опуститься до уровня 84 рубля за евро. Это в том случае, если на рынке мы будем наблюдать удорожание доллара. Ежели по каким-то причинам удорожания доллара мы наблюдать не будем, то с высокой вероятностью это приведет к дальнейшему наблюдению укрепления рубля как по отношению к доллару как и по отношению евро, но просто менее выраженному. В этом случае в самом деле к концу года мы можем ожидать уровень около 70-71 за доллар где-то в районе 85-86 за евро. Однако опять же по нашим ожиданиям во втором полугодии следует ожидать более существенное ожидание рубля именно по отношению евро, нежели по отношению к доллару. И последний слайд мы видим, что на самом деле несмотря на произошедшее укрепление рубля потенциал укрепления национальной валюты достаточно высокий и мы достаточно сильно разошлись с корзиной валют развивающихся рынков с момента начала пандемии и во многом безусловно это связано с теми санкциями и возросшей угрозой дополнительных санкций не только на первичный выпуск российского долга, но и на вообще владение российским долгом. Безусловно все это обусловливает ту разницу, которую мы с вами видим. И в принципе это та разница, которая могла бы схлопнуться, если бы на встрече Байвена и Путина стороны объявили, что претензий нет и санкции не только не будут новые санкции, но и старые санкции будут отменены. Опять же, мы все с вами отлично понимаем, что подобного исхода никто не ждет, скорее всего останутся при статус-кво и по этой причине я бы не ожидал более резкого укрепления рубля, чем я озвучил. На мой взгляд, вот этот уровень около 70 рублей за доллар в случае, когда доллар не будет укрепляться на мировое и более осторожный прогноз к концу года в 72, он является достаточно осторожным и адекватным. Так, по евро я ответил, по доллару я ответил. про ужесточение санкций рубль может потерять позиции, да, при ужесточении санкций рубль, к сожалению, может потерять позиции, потому что текущее укрепление рубля во многом все-таки обусловлено интересом нерезидентов. Высокая инфляция, которую мы наблюдаем, практически утвердила нерезидентов в том, что процентные ставки в российской экономике будут высокими на уровне от 6 до 7 процентов. Это очень высоко по сравнению со ставками, которые мы наблюдаем в других развивающихся рынках. Прежде всего это Бразилия, Индонезия, Мексика, и все это обусловливает тот приток средств, который мы наблюдаем сейчас. Несмотря на то, что безусловно нерезиденты видят, что некоторые риски сохраняются. Я имею в виду ужесточение санкций. Ежели они увидят, что эти риски возрастут или хуже того, эти санкции будут введены, то безусловно тот приток нерезидентов, который мы наблюдаем, он сократится и рубль под влиянием во-первых очень чувствительных к подобной формации бежевых игроков, а во-вторых под воздействием все-таки традиционного ослабления рубля во втором полугодии рубль может отскочить на уровень 73-74, может быть даже более, опять же, в зависимости от того, в какой форме будут высказываться президенты после встречи. Если они выйдут и начнут обмениваться мнениями о том, кто в большей степени убийца, то понятно, что рынок на это отреагирует самым острым образом. Поэтому принимая во внимание существующие риски, опять же, я все-таки не ожидаю, что рубль сильно укрепится до итогов встречи. На мой взгляд, уровня 75 мы все-таки не достигнем, потому что риски остаются достаточно значительными. Однако если исход встречи будет нейтральный, хотя бы нейтральный, то безусловно это будет благоприятствовать российскому валютному рынку. При этом мне кажется более важным рассмотреть еще один аспект санкции, это не на рубль, а на процентные ставки. И вот влияние на процентные ставки будет значительно меньше. Все дело в том, что, во-первых, доля нерезидентов в российском внутреннем долге существенно снизилась с момента пандемии в настоящий момент, не превышает 20%, но что более важно, доля нерезидентов в первичных размещениях она в принципе стала существенно меньшей, при том, что буквально год назад их доля доходила до уровня 60-70%. Это означает, что если санкции будут ужесточены, то, во-первых, это очень слабым образом отразится на уровне первичных размещений, но и более того, отток существующих нерезидентов и существующего портфеля он очень ограничен. Соответственно, безусловно, в случае, если будут введены санкции не только на первичные размещения, но и на владение российским долгом вообще, то в краткосрочном периоде некоторый рост процентных ставок возможен, однако в долгосрочном периоде российский рынок достаточно глубокий, активы российских банков достаточно большие, чтобы профинансировать дефицит бюджета за счет внутреннего финансового рынка, и я не ожидаю, что в случае введения санкций уровень процентных ставок вырастет на 200-300 базисных пунктов. Безусловно, в краткосрочном периоде этот рост может быть, но по прошествии времени, через месяц-два, мы с высокой вероятностью вернулись бы к тем уровням 6-7 процентов, которые мы наблюдаем сейчас, по той причине, что нерезидентов, как в первичных размещениях, так и на вторичном рынке, она невелика. Наверное, это все, что я хотел вам рассказать, если есть какие-то еще дополнительные вопросы, либо в отношении что может происходить с рублем, с инфляцией или ставками, можете задавать в чат. Максим, спасибо большое. Вопросы участников, которые будут поступать далее, мы уже перешлем вам на электронную почту и в чате опубликуем, потому что нам пора двигаться дальше, поскольку у нас по программе очень плотно. Спасибо большое и за надежду, за такие подробные прогнозы, на самом деле много-много очень интересного подчеркнуло для себя, будем надеяться, что ваши позитивные и даже нейтральные прогнозы обязательно сбудутся. Спасибо большое.